Начинайте, а мы пойдем дальше. Поехали! Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, единомышленники, соратники. У нас сегодня очень насыщенная рубрика IP-события. Это наше уже сегодня третье интервью в прямом эфире на странице инклюзивных практик Facebook. Хочу напомнить, что IP-события – это серия Zoom-интервью о креативных социальных инициативах и, на наш взгляд, интересных событиях. Мы очень рады, что сегодняшнюю встречу могут видеть в прямом эфире подписчики нашей страницы инклюзив практиксов с Facebook. Это активная целевая аудитория более 5000 человек. И хотела сказать, друзья, спасибо огромное за поддержку, что вы с нами. Мы всегда очень ждем ваши комментарии и вопросы. А после окончания эфира мы также выложим видеозапись этой встречи на YouTube в Inclusive Practices. Также хотела сказать, что техническое сопровождение нашего проекта ведет компания IP-VS. И на правах нашей дружеской рекламы мы с удовольствием делимся контактами наших друзей и партнеров. Поэтому если кому-то нужно провести онлайн-события, если кто-то чувствует в этом затруднения, то обращайтесь, эта компания обязательно вам поможет. Итак, начинаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной студии Зинаида Турманова. Это эксперт по музейно-педагогическим практикам. Это человек, чья жизнь и деятельность буквально пропитана искусством и безусловным желанием донести силу и пользу искусства до людей, до детей, до людей с особенностями в развитии. А также Зинаида имеет колоссальный опыт создания безбарьерной среды для людей с нарушением зрения. Здравствуйте, Зинаида! Здравствуйте! Приветствую всех зрителей канала и всех заинтересованных людей. Зинаида, я с огромным удовольствием просматривала ваши материалы, буквально загляделась в видео на вашем YouTube-канале, которое называется «Искусство в дом». Это на самом деле каждое видео как такое погружение в мир искусства. Вы очень мастерски погружаете в эту атмосферу искусства и передаете не только, что такое искусство, но передаете и учите тому, как надо чувствовать искусство, как нужно создать для детей необходимую атмосферу погружения в искусство. Это очень важно и ценно. Спасибо вам большое за ваш опыт такой. И, конечно, совершенно потрясающее видео. Я смотрела «Как услышать художника». Это очень, на мой взгляд, такой бесценный опыт для слабовидящих людей, для людей с особенностями в развитии. И поэтому очень хочу передать вам сейчас слово. Поделитесь, пожалуйста, много о себе, о том, как родилась такая идея, как родились ваши проекты. Поделитесь, пожалуйста, своими достижениями. Вам слово. Спасибо. Ну, о себе. Я учитель физики и математики по образованию. Родилась и выросла на острове, острове Сахалин. И, кстати, в провинциальном городке, не в столичном. И вот эти ограничения, вот эта невозможность что-то получить, что было бы, например, нелегко получить в столице, например. Если бы, может быть, даже в другой стране. Но я находилась в маленьком морском городке на острове Сахалин, который уже имел определенное горячение по расположению, по тому, что островитяне, они вообще редко могут выехать, могли. И для того, чтобы выехать с острова, нужно совершить какие-то подвиги, потому что это нужно лететь на самолете, идти, значит, на теплоходе, преодолевать трудности. Вот. И эти трудности у нас были, но вы заметите, что люди, они все неравные особенно. То есть мы говорим, вот люди с ограниченными возможностями. И имеем в виду людей, кто лишён зрения, возможности передвигаться, возможности слышать. Но мы сами-то тоже, в общем-то, лишены. Можем, находясь в разных условиях, географических, социальных, мы чего-то лишены. И вот я, например, была лишена возможности поступить в художественное училище или в институт. А я очень любила рисовать. Почему? Во-первых, в семье было некоторое неприятие у мамы, вот моих таких способностей. Во-вторых, у нас в городе не было художественной школы, а на Устрове не было художественного какого-то учреждения, где бы я могла получать образование. И вы знаете, это у каждого. Мы просто над этим не задумываемся. И поэтому я поступила, естественно, на физико-математический факультет это было проще всего, мне давался этот предмет. И, например, я особо не выбирала, мне сказали получить высшее образование, и я его получила. А потом в течение своей жизни я уже получила художественное образование. И уже работая художником, конструктором на какой-то фабрике, сувенир, это ужасно, как вспомню, так вздрогну в этом периоде своей жизни. Но я узнала, что у нас строится музей, художественный музей на Устрове. Я бросила огромную зарплату, зарплата была у меня относительно младшего научного сотрудника музея. Очень, очень контрастный, конечно. И я пришла туда работать. Работать, потому что я музейщик-романтик. То есть что такое? Вот для меня музей – это реставратор, который сидит в каком-то помещении, на котором его никто не видит, но он прикасается к творению великих, он его восстанавливает, он возвращает его людям или консервирует, а о нем никто не знает. Это был вообще самый такой главный ценз музейного работника для меня. Я пришла работать в художественный музей, проработала там 36 лет. И, естественно, я работала в просветительской службе. Почему? Потому что я педагог, и это, естественно, мы доносили информацию. То есть кто-то собирал, кто-то хранил, кто-то спасал. Мы строили и как бы открывали людям возможность посетить в музее и увидеть. Почему? Потому что тот человек, который приходил, ему принадлежит эта коллекция. Ему принадлежат эти картины. И он имеет право это увидеть и, главное, понять. А вот на это уже направлена была моя работа. Понятно, спасибо большое. В общем, было не все так просто, но все-таки вы пробились к своей цели. Не просто. Дело в том, что, придя в музей, я очень хотела создать программу такую, где с искусством могли бы знакомиться и дети и взрослые. Потому что, на самом деле, взрослые, они еще больше ущемлены в правах в художественном образовании, лишь нежели дети. Понимаете? И они заняты, они работают. Они очень много... Они совершенствуются, но в своей профессии. И вот пути ребенка и взрослого, они расходятся. Я об этом говорю в своем канале. И мы очень хорошие взрослые. Даже если мы будем интересоваться всем, чем интересуется наш ребенок. Если мы будем развиваться в тех же областях, в которых развивается наш ребенок, мы все равно не успеем. Мы все равно не достигнем этого. Мы бросим свое там, не будем развиваться. И вот единственная область, где мы можем идти руку об руку и развиваться вместе – это вот искусство. И я, если честно, в большей степени работаю с взрослыми для того, чтобы они уже могли общаться со своими детьми. Я помогаю взрослым, потому что развиваться в искусстве – это не так просто, потому что общество требует совершенно другого – развиваться в своей профессии. и жизненные бытовые условия тоже требуют другого – срабатывать деньги. И это отнимает силы и время, и возможность общаться с ребенком. Ребенок отдельно в искусствах входит с педагогами, с школой, с детским садом. А тот, который еще и гениален и творит, он вообще в очень сильном прессинге. А если это еще ребенок с ограничениями, а у мамы забот иногда даже неработающая мама более, чем у обычной мамы, то хочется помочь именно этой маме для того, чтобы она не столько напрягалась, сколько радовалась, и радости обучалась вместе с ребенком. Ну, то есть, Зинаида, можем ли мы так сказать, правильно ли будет сказать, что вы таким образом налаживаете как бы такой мостик, ниточку между родителем и ребенком с помощью искусства? Это обязательно, потому что у меня, знаете, такая есть присказка, я ее очень часто говорю, человек стал человеком не тогда, когда создал орудие труда и добыл себе пищу, он стал человеком тогда, когда он украсил это орудие, когда он исполнил танец, послушав, посмотрев на животных, послушав птиц, исполнил песню, он тогда эмоционально возвысился, ей пошел и совершил подвиг, и у него все получилось. Вот. То есть человек стал человеком тогда, когда он научился создавать искусство, а человек, умеющий воспринимать искусство, я вроде бы отправил. Хорошо. Давайте мы сейчас попробуем посмотреть как раз в вашей презентации то, как вы передаете, да, эту атмосферу творчества, искусства, как это доносите до людей. Да, я хотела вот немножко подтвердить свои слова, что мы все с ограничением. И я вообще называю обычного человека, человек условно здоровый. И эти ограничения я немножко обозначила, и поэтому нам нужно научиться понимать друг друга, и тогда нам будет очень легко и спокойно. И вы открываете презентацию? Я не слышу. Зинаида, можно вас все-таки попросить открыть презентацию? Хорошо. Значит, я пока буду открывать. Я сейчас вам расскажу маленькую историю. В нашем городке у нас не было особенных школ, и дети учились мы все вместе. И это же совершенно роскошно. И я беру детей с особенностями развития в свою группу обязательно, потому что у меня есть очень хороший опыт, школьный опыт. Он замечательный, потому что в нашем классе обучались... Разные дети, да, получается? Видите, у нас было два человека. Ну, в каждом классе были свои ребята. Вот, идёт. Отлично. Ну, у нас была девочка, карлица небольшая девочка, у неё была очень трудная судьба, ножки ей ломали каждый год, два раза в год. И мы её носили на руках, на мероприятии, как только она приезжала из больницы обратно, мы её подтягивали по всем предметам, сами дети. У неё был отвратительный характер, но мы это всё понимали, мы терпели. Так, всё отлично. Я пытаюсь её открыть, но она у меня не открывается. Давайте так будем продолжать. Давайте, да, наверное. Да-да-да. Да, простите, меня дети, я ещё не особо освоила эти вещи. Но и второй мальчик тоже остался в развитии, но я вам скажу, что на тройке они экзамены сдались сами. И благодаря тому, что они особенно не учителя с ними занимались, а именно мы занимались из своих компаний. Они у нас в компаниях были, даже когда мы были старшеклассниками. Я хочу сказать о своих одноклассниках следующее. Это в основном очень добрые, отзывчивые люди. То есть эти дети, которые вместе выросли. И поэтому это моё принципиальное отношение к этому вопросу. Я свою презентацию назвала «Творческое развитие детей с различными физическими и социальными возможностями». Сразу говорю, за ними мои слова. Есть у нас такой российский центр музейной педагогики и детского творчества в Санкт-Петербурге, в Русском музее. Этот центр создаёт эти ресурсные центры по стране. И формулировку придумали именно они, руководит этим центром Борис Андреевич Столяров. И вот в этой формулировке как раз задержится то, что я вам сказала. То есть то, что все мы ограничены. Если не физически, то социально. Обязательно. И поэтому как-то говорить о том, что просто нужно ценить то, что у вас есть. Самое главное. Я показываю, как мы работали, поскольку у нас онлайн всё-таки, да, тема работы с людьми с ограничениями. То всё-таки я показываю, что онлайн – это, кстати, очень хорошее достижение. Многие это попробовали два года назад, да, во время карантина и поняли, что… Вот потому что до, пока не было карантина, я, например, ходила в институт усовершенствование, у них там был такой клуб, они уже применяли эти технологии, чтобы могли войти в дом каждого ребёнка, который не может выйти из дома, да, по тем или иным причинам. И работали с ними. А вот когда наступил карантин, конечно, мы все освоили технологии онлайн. Но поскольку у нас семь лет назад в музее был открыт весь родственной центр, то мы это могли делать раньше. И какие-то технические возможности посещения в нашем музее людьми с ограничением передвижения всё-таки предоставили нам такую возможность. Если центр у нас находился на втором этаже, то мы спускали какие-то вещи вниз и работали. Это наша работа с людьми, с тотально неслышащими, то есть тоже другая категория людей. И вот смотрите, эти люди, они могли ходить ногами, да, то есть они прекрасно видят, но они не слышат. И вот сидит сфорный переводчик, который, вот я вам скажу, большая редкость. У нас в Сахаринской области один такой уровень. Это нужно не только переводить, это нужно понимать, что переводить. И в данном случае, вот мы работаем в музейном ресурсном центре, мы включили сюда как раз виртуальный филиал Русского музея, это другой отдел Русского музея, с которым мы тоже очень хорошо, которые записали вот такие коротенькие лекции на жестовом языке. Наша переводчица впервые отдыхает, она сидит, ложа в руки и смотрит этот, замечательно работает в Русском музее, с этой категорией людей, замечательно работает в музее гараж, мы пользуемся постоянно наработками этого музея. То есть это я даю точки, это те точки, с которыми можно у нас связаться, и что облегчит работу тем, кто работает с этими людьми. И я, знаете, я, кроме того, я проводила и называют мастер-классы, не люблю это слово, упражнения всевозможные. Вот я провожу занятия для этих людей, занятия графикой, мы изучаем иллюстративную графику, я им предлагаю сделать иллюстрацию, очень простую, я любому возрасту и любым людям предлагаю сделать это. И я получаю шок, говорю, нарисуйте остановку. Ну, если подросток рисует остановку автобусу, там супермодели стоят, естественно, на этой остановке. Если рисует там человек уже в возрасте, то, естественно, он нарисует женщину с сумками, ну, почему она идет в автобусе, еще что-то более осмысленное. И вдруг рисуют глухие люди, и они рисуют, и на остановке есть и коляска инвалидная, и человек с палочкой в темных очках, кроме обычных людей. То есть они видят людей, а мы их не видим. То есть у нас, к сожалению, такие скорости и такая занятость, и такое нелюбопытство, и такое невнимание. И мы не видим, ладно, мы их физически не видим, мы не видим их проблем, и мы не видим того, как с ними живут. Это вот тот проект, очевидно, который вы успели увидеть. У нас был большой проект, меня пригласили как наполнителя этого проекта, и я писала тексты для этих картин. Вы знаете, мы работали очень давно с инвалидными позрениями. Я вам скажу, что мы не видим в данном случае в работе с этими людьми. В чем мы их не понимаем? Нам кажется, что вот он потрогал любой предмет, и он видел, да, этот человек в руках. На самом деле все далеко не так. Когда я была маленькая, у нас была тетя Симон в районе, и все знали, что она слепая, она ходила с палочкой, и нам, мамы, говорили детям. Если тетя Сима подойдет и будет тебя трогать, разрешай, это можно. И когда тетя Сима подходила, она брала нас за кончики пальцев, потом, значит, проходила по руке, подходила по голове, и говорю, ой, как ты выросла из Линочка, а какая же ты кудряненькая, какая же ты красивая, ты вся на папу похожа. Я действительно похожа. И мы так удивлялись, как она это все видит. Но на самом деле сейчас время изменилось совершенно. И если раньше людей можно было трогать, сейчас их нельзя трогать. Я вам открою большой секрет. Причем давно уже, не потому что ковид, не потому что там что-то еще, а потому что немножко другие отношения в обществе. И самое удивительное, когда мы приглашали экспертов, чтобы отлить дубликат экспонатов и выбрать картинки, какие они будут видеть, мы обратили внимание, животных определяем, да, людей нет. И мы удивились, я спросила, а как же вы обучаете детей, как они это видят, на игрушках. А игрушки человека нет. Топ-конь там, еще что-то. И мы были в диком шоке. Это во-первых. Во-вторых, не видят деталей. Причем у нас эксперты были сильные, которые читали, а сейчас дети не читают шрифты. Почему? Аудиокниги. И не развиваются подушечки пальцев. И когда мы стали поднимать первые экспонаты, вот это еще пять лет назад было графически, я этим занималась, наша областная библиотека для слепых. И мы хорошим экспертам, взаелым, которые уже в возрасте, которые читают вроде бы шрифт, брали, отдавали линии, допустим, графических, ну, такой прекрасный художник, как Федор Петрович Толстой, он на одной линии работал, но изысканные, завитушечками, много деталей не видят. Они сбиваются, значит. И мы понимали, и мы стали искать те предметы, которые люди увидят. Поэтому у нас еще отбор экспонатов был очень строгий. Ну, а фильм, естественно, если вы смотрели, вы понимаете, что когда я услышала первый раз этот фильм, увидел не этот, а вообще фильм с тифлопереводом, я поняла, что такие тифлы, я зря чуть-чуть можно создавать. Да, это правда. И что, ну, естественно, самое обделенное в том, чтобы увидеть искусство по-настоящему, не от своих знаний, а почувствовать, понять. Это взрослые. Один кадр – это мои родители, которые набирали в студию по 100 человек в год, по 100 семей, да, вот мы. И вторая – педагоги, которые работают с детским садом, с начальной школой, потому что начинать нужно с самого начала. То есть это, это мы просто как за право, они у нас самые обиженные, самые были, как вам сказать, самые обездоленные в этом смысле. Ну, вот такие занятия. Это, наверное, проводят все. Это занятия онлайн. И вы знаете, эти занятия мне даже было иногда легче проводить, нежели вот у меня группа, допустим, 20 семей. Я ношусь по залу и как-то стараюсь уделить каждому внимания. Нет, это замечательно, когда ты можешь вот тут же прийти на помощь, что-то там помочь родителям и где-то поплясать вместе с ними, если что-то удалось. Это замечательно. Но вы знаете, вот это не хуже. Когда мы приходим к ним домой, вот из какой-то центра, они у меня все, я все вижу разом, подбегая куда-то, а вижу потому, что у нас идет теоретическая часть, естественно, там у меня есть особенная программа. А потом, когда мы закончили, я говорю, а теперь повернули краны все на руки свои и работать. Уж детские руки от взрослых я отличу обязательно, да, то есть, и были разные казусы, это было интересно. От меня прятали, там ставили какой-то предмет, что за ребенком что-то сделать и все. И я однажды одной маме делала замечание, делала, руки поднимите, она раз мне картинку показывает, потом убрали. Я говорю, перестаньте рисовать. Нет, нет, я не рисую. Я говорю, у вас сзади зеркало, платье, в вашем шкафе. Даже такие вещи. Если я как-то не могу доказать, как бы убедить родителей, когда они у меня со спиной что-то нарисовали, вот тут я видела, естественно, все. А следующие кадры, это опять же, я тут показала, как происходило, это родители мне фотографии из дома присылали, да, что происходило дома, и что происходило в студии в этот момент. То есть каждый приспосабливался как мог, кто с телефона, кто с планшета, у кого-то компьютер, но во всяком случае мы работали замечательно, вот так, мы работали целых три месяца, если вы помните, это 19-й год, когда нас очень хорошо упрятали, значит, на карантин. И вот так я читала лекции, да, вот смотрите, лекция идет в реале и лекция онлайн. Вот когда уже после, мы стали принимать, после карантина, мы стали принимать детей в музеи, они сидели в масках. Вы знаете, мне удобнее, когда они сидят дома, я вижу их лица. Вот если честно, мы можем так же общаться, но, естественно, не все программы дают, возможность общаться, ну, как сказать, свободно, потому что где-то только в чате, да, могут писать, потому что, если включаешь микрофон, то будит, да, поэтому мы уже так научились, так, ты включишь микрофон, ты выключишь, и так далее, мы уже как дирижеры работали, вот. Реальное занятие, это реальное занятие. Почему? Потому что, мало то, что они могут, вот такого мы дома делать не могли, вот создавать вот такие большие, обязательные, они психологически обязательные в нашей программе, они очень имеют важное значение, вот. И вот такие мини-ход-советы, это тоже очень важно. Конечно, мы пытались, они присылали фотографии в WhatsApp, уже картинок, и мы там начинали проводить обсуждения по греческому типу. Дело в том, что ребенка нужно приучить не только к тому, к чему их великолепно приучают родители, он один, единственный, замечательный, самый лучший, а все остальные их уже, да, вот. А тут мы должны совместно работать, потом еще выбрать, кроме своей, еще работу, которая понравилась, это мини-ход-совет в конце, который ему понравился у другого человека. И родители должны тоже вместе выбирать и обсуждать и так далее. Это тоже очень важный момент занятий, мы называли мини-ход-советами. Ну, а выставки, они равняют статус, что онлайн-занятие у тебя, что занятие реальное, они все равно выравнивают статус творчества. Творчество, оно хоть в онлайне происходит, хоть в реалии, это все-таки творчество, это предмет, которые, но выставки в данном случае нужно строить, я показываю, это выставка детского творчества, не люблю это слово, я буду так назвать, детского искусства, консекции общей культуры. Вот, потому что, ну, каждый имеет право на свое время, да, художник не рождается сразу с бородой, трубкой, берете и перед мольбертом. Он тоже когда-то творил ребенком. И выставки, я очень люблю выставки, город по имени Солнце, вот она с розовым матрасиком такая, мы взяли и перевернули небо и землю. Мы город повесили квертормашками, да, то есть, а посетители могли ложиться на матрас, там есть еще большой взрослый матрас, цветной, это самое. Вот, и любоваться, например, городом. Вот, некоторые взрослые были в шоке. Это происходило в музее, но у нас галерея-то была, у нас музейная галерея была, мы могли пройти достойно. И если для тебя лечь на пол было мавитоном, как хотите, то есть, никто ничего не заставлял. Вот такие выставки детского искусства, да, то есть, они как выставки современного искусства. Они могут, пожалуйста, иметь право на жизнь. Я всегда, особенно таким заносчивым музейщиком, что это детский сад или еще что-то. Бери, тренируйся, ты потом из современного искусства может такую выставку сделать, что будет ой, все, все. Вот, я коротенькую вам презентацию набросала для того, чтобы показать как можно. Кстати, вот эти занятия, да, вот, о которых я говорила здесь, они, помните, я говорила, что взрослые находятся в самом тяжелом состоянии, потому что когда воспитание шло в семье, параллельно ребенок цеплялся к штанам мальчики взрослого и делал все как взрослые, таким образом входил в мир, обучаясь. А сейчас родители лишены, они, может быть, прекрасные специалисты у себя там на работе, не приходя, в дом они теряют, как бы вам сказать, свой авторитет, потому что иногда подросток знает больше них, например, в интернете и в постинтернетном искусстве и так далее разбирается. Но для того, чтобы не разрываться, и потом, папы, они очень легко бывают в музее, они привозят маму, там с детьми отпускают, забирают, но это не может стоить дела. То есть есть какие-то такие социальные понятия, которые очень трудно пришагнуть. А здесь ребёнок, ну я вроде за ребёнок пришёл, и я имею возможность все выставки увидеть, я имею возможность чему-то научиться, как бы помогая ребёнку. Таким образом программа составлена. И ребёнок, вот слово плохое скажу, является костылём для родителей в данном случае, для того, чтобы он учился, имел возможность как-то развиваться в искусстве. Вот это тоже из той же категории вещь. Ну в общем, я, наверное, много наговорила теперь вопросы. Спасибо большое. Да, да. Очень яркая презентация, очень яркие кадры, и на самом деле видно, что ну тут целая жизнь такая вот за этими кадрами, и совместные, да, какие-то встречи творческие, и вот мне особенно понравился слайд, вы показывали и говорили удалённость там написана, где, ну вот где занятие онлайн, хорошее слово удалённость, но на самом деле можно как бы там сказать приближённость, да, потому что как бы есть возможность действительно видеть, как это не парадоксально, да, но как-то сближает наоборот онлайн. Вот, и очень такая, на мой взгляд, очень яркая, тёплая атмосфера у вас на этих занятиях, на выставках, вот. У меня такой вопрос, Инаида, скажите, пожалуйста, я вот, смотря сейчас презентацию до этого, когда смотрела ваши материалы, вы вот такую фразу хорошую сказали, цитату вы одну приводили, что мы слепые люди научим вас зрячих видеть произведение искусства. Вот, и вы как бы в своём разговоре, в своей презентации так или иначе к этой теме возвращаете. Вот скажите, пожалуйста, а имея опыт работы с людьми, с особенностями в развитии, вот чему вы научились у своих учеников? Да, я учусь постоянно. Я говорю, вот когда я увидела картинки, которые они нарисовали с остановкой, у меня как вот щёлк, потому что я забрала эти рисунки, я обычно рисунки отдаю. Я говорю, можно я буду использовать это в своих рецептах, да, например. И со слепыми была ситуация, пришла дама, очень красивая в возрасте, с моей коллегой педагогом, и вот они идут по музею, я их веду, говорю, она, да, она поворачивает за мной голову, я иду по музею, показываю там какие-то вещи, всё, в зал в зал переходим, а вдруг я в один зал захожу и говорю, а вот здесь у нас выставка Ильи Ефимовича Репина из Востокской картины галереи, и вдруг увидев эту фамилию, она так вот достаёт из сумочки вот такой моноклер, вот такую длинную трубочку, прикладывает к глазу и подходит к картине почти вот на такое расстояние, она начинает её рассматривать, я понимаю, что она слепая, вы понимаете, и когда она начала говорить о том, о своей жизни, она, это великий специалист, вот не запомнила я её имя, отчество, к сожалению, которая приехала как раз обучать в Институт Усовершенствующих учителей, и у нас одна дама сразу ринулась за ней учиться, и потом учила нас, и этот человек, вот вы будете на него смотреть, никогда не подумайте, что он обладает, а она говорит о том, как они учатся, наклоняться, когда поливают цветок, смотреть по ходу звука, для того, чтобы они, людей, не раздражали своим вот этим вот застылым выражением глаз и так далее, то есть, вы знаете, я постоянно не только умных, я у всех учусь, и те мои ученики, которые учились там 20 лет назад, приходя со своими взрослыми детьми, и уже приводя внуков, они говорили следующее, что ой, приходили на урок, а нам, вы этого не давали, а мы вот это вот не изучали, а вот так мы не били, естественно, естественно, я всё время училась. Это очень здорово, очень важно. Зинаида, тут начинают приходить вопросы, комментарии, вот зачитаю некоторые вопросы сейчас, вопрос от Сергея Проскурнова, добрый день, работаете ли вы с детьми и взрослыми инвалидами? Вот я сейчас открою секрет, я три месяца вот, то есть я вышла, но я начала вести канал, для чего? Для того, чтобы, наверное, всё-таки работать, пусть в онлайне, но работать с детьми, во-первых, потому что канал меня попросили, зная, что я уезжаю, завести мои ученики, и не только ученики, я читала лекции ещё, у меня есть очень, такие лекции беседы, я бы не сказала, что беседы, где я людей обучаю видам, жанрам искусства, умению их видеть не вот этим сухим лекторским языком, и ко мне, ну что такое читать лекции в музее? Ну, три человека, это уже аншлаг, потому что человеку нужно отработать, домой прийти, покушать, переодеться, если нет каких-то дел, он в такое-то время, в такой-то день должен прибежать в музей, естественно, это проблема, и мне одна постоянно постелится лекция, когда там что-то пропустила, сказала, Дината Васильевна, ну вот Ютуб, ну садитесь, наговаривайте, я пришла домой, даже любая мамочка, любой человек, он будет, например, я буду мыть посуду, надену наушники, там поставлю куда-нибудь планшет, и я вас буду слушать, мне вот так вот вынуждены, разные были ситуации, и я когда, вы знаете, отдыхать хорошо один месяц, ну а потом я вот все-таки вспомнила, а тут еще и мои близкие дали мне хорошего пинка, я записывала, все боялась, но они сказали, вот 10 числа начинаешь, потому что мы уже там сделали что-то, с кем-то договорились вперед, и вот я научилась записывать ролики, научилась, значит, себе как-то организовывать. Это вот канал, который называется Искусство в дом, да? Искусство в дом, да, ой, я ссылочку не приготовила, если есть, то. Мы потом обязательно прикрепим, и все зрители смогут посмотреть очень интересные видео, очень важные темы, и я думаю, что многим взрослым будет очень полезно и для себя взять опыт, да, и особенно вы даете очень хорошие такие практические советы, как ребёнка погружать в атмосферу искусства. Это канал для взрослых, я даже прошу их слушать в наушниках, чтобы дети не слышали звука, потому что я о нас взрослых очень нелицеприятные вещи говорю, я не идеальна тоже в любом случае, и это, может быть, нам поможет. Очень правильно. Спасибо большое. Вот ещё один вопрос от Татьяны Красиковой. Добрый вечер, спасибо за ваш опыт, очень интересный проект и ваша профессиональная история. Вы много работали и продолжаете работать с детьми, родителями. Скажите, что для вас является результатом, к чему вы стремитесь? Результатом, вот это очень хороший вопрос, знаете почему? Потому что все мои коллеги, они, допустим, приходят, ну и много у тебя там поступило на художественные какие-то отделения и всё такое. Это не тот результат, которого я жду. Я жду другого результата, потому что многие остаются многие годы со мной, то есть это люди, которые просто умеют посещать музей, они умеют общаться со своими детьми. Умеют посещать музей, что это такое? То есть я прихожу в такую махину, которая меня притавливает, да, там куча правил, то не трогай, ничего. И я не чувствую себя, вот есть такое слово, оно жаргонное, но лучше я скажу, кайфовое. Ну то есть я увидела, и мне хочется взвизгнуть от того, что я поняла там какого-нибудь постимпрессиониста, да, то есть, и вот мне что-то царапнуло, я получила наслаждение от восприятия, я ушла вся в мурашках, и не от того, что я знаю, что это анориматист, да, что, например, я не знала Шиле, я попала на выставку в Вене, в комплексе Леонардо, и я, я не просто визжала, это что-то, я внутри, естественно, вокруг ходили люди, но мне нравилось, как они ходили, там, с колясками, с собаками, чего у нас, это невозможно. Я уселась и плакала, я открыла для себя художника. Я могла 120 раз встречать его в интернете, и где-то еще, но я бы не смогла его вот так воспринять, вы понимаете? Вот когда они смогут вот так ходить по музеям, когда они приезжают и рассказывают мне, да, с выпученными глазами, я уже вижу, вижу, что это такое. Это самое главное, потому что человек без искусства, когда ты плачешь на концертах оркестровой музыки, особенно, когда это, это что-то для тебя невообразимо, неизвестно откуда, может быть, это некий вангард, да, в классике. Когда я слушала, в Красноярск я, по-моему, попала, классику международную, да, и русскую в том числе, а дирижер был китаец, дирижер, который с этим оркестром, я слышала там такие мотивы, это было что-то невероятное, да, то есть, когда ты это умеешь, ты человек, и вот это вот какой-то, да, ну, дом был бы, машина была бы, домой без ваших этих проезжей. Мы, кстати, многие живут, это очень, мне как-то хочется, чтобы в данном случае родители и дети были вместе. Спасибо большое. Зинаида, вы настолько эмоциональны, настолько ярки, настолько так интересно всё рассказываете, что вот вопросы, комментарии приходят и приходят. Вот Сергей говорит, мне 49 лет, инвалид первой группы детства в коляске, очень хочу научиться рисовать. Это не поздно? Нет. Я, что, что ставится целью, понимаете, в чём дело? Вот, например, я училась, вот есть такой Народный университет искусств, да, я там получала образование, потому что у меня тоже дети, работа и всё такое, но есть, была такая возможность, и мне попался хороший педагог, такое бывает, и мы, я обучалась онлайн, и я знаю уровень своего образования, я знаю, чего я не смогу, понимаете? И я знаю, где мне уже не продвинуться, да, потому что я знаю, что есть много крутейших иллюстраторов, да, параллельно идут, но я делаю то, что мне нравится, и я просто благодарна, благодарна Сергею Сергеевичу монахам, которые научили, да, которые мне не то, что научили, он воспитан, а в искусстве тоже нужно определённое воспитание, без этого нельзя, вот, нельзя поставить сапог и вазу и изображать на тюрьме, какая разница, да, то есть, но у меня есть лекции по этому поводу, тихая жизнь вещей, когда мы бродим, когда мы это изучаем, это очень интересно, я думаю, что я вставлю в канал вот эти все вещи. Спасибо большое, ну, то есть, можно, во-первых, обратиться к вам, да, посмотрев ваш канал, и вот какие, ну, такие первые шаги вы бы вот посоветовали, вот, Сергея, с чего лучше начать? Я думаю, может быть, обратиться в университет, заученный университет народного образования, там есть факультет, именно в Крупской, в Москве, то есть, прогуглите, то есть, нужно, чтобы профессионал обучал, я не профессионал, я не учитель искусства, для чего эта студия, да, вот, которую показывали, мы смотрим, вы просто увидели чисто физически один из разделов, как мы творим, но мы смотрим предмет живописный, мы его изучаем, мы творим, ну, то есть, там есть еще прослойка, когда мы входим в это состояние, потом творим, для того, чтобы попробовать, почему художник пишет так, а у нас на рисунке, нас учили рисовать так, мы приходим, картины совершенно другие, то есть, как пощупать краски, попробовать посмешивать, почему, я, кстати, вот следующие у меня уже ролики пойдут, это вот как бы я теоретически подвела, чисто по материалам, как сработать с детьми, какие материалы брать, какие не брать, потому что нам всегда уставляется акварель в детском садике, в школе, нельзя ребенку до 11 лет давать акварель, то есть, нужно работать кроющими красками, почему я тоже, потом объясню, сейчас лекцию не буду читать, и получается, что я покажу эти материалы, и покажу одно упражнение, мы его сделаем вместе, и, ну, это роликов пять, я не знаю, сколько, вот, и мы это сделаем, и вы почувствуете, где мы не правы, где нам говорят, делайте так, и мы делаем так, и потом, не чувствуя, что это красиво, говорим, что это красиво, и принимаем это, когда нас, вот этот умеет рисовать, потому что он похоже на рисовую, вот этот не умеет, потому что у него непонятно, что, хотя там значимости может быть больше, и мы учимся видеть, когда мы понимаем, у нас несовершенно получается, у нас может быть не так, хотя те, кто будет вместе со мной работать в этот момент, они себя хуинжи почувствуют, вот, но, понимаете, я не люблю эти мастер-классы говорить о том, что все, вы классные художники, нет, ты сначала это почувствуешь, а потом пройди очень трудную образовательную школу, очень занудную, скучную, и попробуй не сломаться, и тогда все получится, вот таким образом. Понятно, спасибо большое, Зинаида, тут вас очень благодарят, вы потом еще сможете перештать обязательно на Facebook отзывы, ну вот, например, Павел, Анна Ковалевы, благодарим, чудесный эфир, важные темы, много полезной информации, здравия, благодати, душевного равновесия, всего вам самого светлого и доброго, Божьей помощи в благих делах. Спасибо. Вот такие пожелания вам. А вот вопросы еще, смотрите, от Ольги. Зинаида, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт проведения онлайн-экскурсии вместе с детьми? Если да, то поделитесь, пожалуйста. Вместе с детьми это имеется в виду что? То есть дети рядом со мной или дети... Видимо, да. На против. Экскурсии я... Нет, я онлайн-экскурсии не... Я проводила онлайн-экскурсии как? Сама ходила, показывала. Понятно, да? Да-да-да. А если я уже иду с детьми, это не онлайн-экскурсия, это реальная экскурсия. И слово экскурсия – это очень емкое слово, да, то есть там много таких вещей. Я не провожу экскурсии, я провожу медиации. Это очень модное слово и немного арт-медиации. Немногие понимают, что это значит, но это называется вживание. То есть с детьми – это очень важно. То есть ходить, экскурсионно, ознакомиться с художником, с его картинами, с биографией там и с какими-то направлениями в искусстве, которые существовали в то время и со стилями – это не мой профиль, да. То есть в любом случае, сами понимаете, в музее мне жилось тяжело. Для того, чтобы что-то создавать, нужно это понимать. Вот такие вещи, что тебе легко не будет этого, во-первых, а во-вторых, тебе не будут разрешены награды и главное, что не будешь уметь за это денег. То есть это нужно понимать. Но с детьми нужно ходить совершенно по-другому. Ты как бы вживаешься в их мир, ты понимаешь. То есть, ну, опустись на колени рядом с ребёнком, посмотри вообще, что он видит в этом зале. Ну, это такой простой приём, по-моему, его все используют. У нас была экспозиция в плоской витрине японского искусства. И, значит, витрина где-то была на уровне живота взрослого человека, и взрослый человек на неё смотрел сверху. И он видел только донышки чашечек. Собственно, поставлена она была специально так, потому что роскошь на японском фарфуре, она вся внутри самая интересная. Снаружи нет. Почему? Потому что обнимается чашка руками и закрывается. То есть это необязательно. И, значит, все взрослые смотрели на донышки. А родители, дети, которые стояли вот как раз на этом уровне три года, они мордашками упирались в профиль, они видели профиль. И потом они, ну, ты же запомнил, да, что сказала тёта, и что это самое, ты скажи. Я вот услышала, раз попросила одну женщину, присядьте, пожалуйста. Она писала, вы видите, что он видел? Ой, как красиво, чертовски красиво, как замки японские стоят, потому что там скульптурки были ещё, и сами формы чашечек такие. Я говорю, вы понимаете, что то, что я говорила, или кто так говорил, половина – это не то. То есть вы пришли с маленьким ребенком, а я работала как раз на взрослых, и ребенок маленький был один, естественно. Я говорю, а вот теперь попробуйте. И вот она начинает подниматься, начинает показывать, говорить, а сама всё ползает вокруг ветеринар, и говорит, так там здорово. Да, действительно, потому что мы забываем. Ну, просто, что у нас рост разный, просто. Не то, что мы там чего-то знаем, чего-то не знаем. Мы почему-то считаем, что у ребенка такой же рациональный тип мужчины, как у нас, такая же логика, он его смотрит, всё поймёт. Ну, куда ты лезешь, что не видишь, что там, да не видит он. Понимаете? Он видит совсем другого мурая, который сидит на веточке, и это вообще, ах, как здорово. Скоро делать экскурсию глазами детей. Да, да, да. Совместные. А не только глазами детей. Вот люди пришли, допустим, военной профессии, да, у них совершенно другой взгляд на жизнь. Пришли ещё какие-то, есть такой замечательный психолог, замечательный, я считаю его педагогом великим, редактор журнала «Искусство в школе» в Москве. Он проводил ещё в 91-м году, помню, я его, Александр Александрович Мерик Пашаев, читал его статьи. И он проводил психологические эксперименты с разными группами социальных людей, как они смотрят одну и ту же картину. Замечательно. Это уже говорит о том, что мы все очень ограничены своим образованием, воспитанием, даже манерой себя вести. Мы не сможем почувствовать такое удовольствие, если мы там прям расслабимся, сбросим сандалии, как вот этот работяга, который... Ну, то есть это очень всё сложно, но очень интересно. Спасибо большое. Зинаида, идут вот вопросы, ещё вопросы у нас от Юлии. Спасибо большое, что делитесь своим опытом. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, плюсы и минусы «Тифло-комментирование при описании произведений искусств». Ой, плюсы огромные. Но минусы я вам скажу. Я сама этим занималась. Когда мы заказывали, допустим, картины, и мы говорим, вот сделайте нам тифло-описание. Они говорят, о нет, вы специалисты этих произведений, будете тифло-описание делать сами, тифло-комментарии. Ну и... А вот, кстати, вот эту картину, которую я комментировала, текстового рекомментирования, мои коллеги были против, чтобы я ее брала. Были более выигрышные картины, о которых можно сказать. Но я именно хотела это почему. А там еще другие были, интересные, маленькие. Те, мимо которых проходят люди и не знают, что там смотреть. И надо ее описать так, чтобы они поняли, для чего она была вообще написана. Художник просто так рисовать ничего не будет, писать ничего не будет. и ради красивого вида. И там целая история получилась. Мои же коллеги мне говорили, да, срок будет. А родители, когда приходили, после вот этого просмотра, я говорила, вот я сначала вопросы задавала. Говорю, зачем пошла семья? Ну что, бабушка с внуками пошла гулять? Чтобы они подышали свежим. Ребят, это сто лет назад всего было. Бабушка с внуками гулять, дышать свежим мозгом, это внукам, который гоняет сутками, на природе. То есть, мы даже не задумываемся, понимаете? И, а когда делаешь поментирование, ты должен понимать человека слепого, который не видит костюма, он не знает исторического костюма, он не знает, зачем я ношу украшения. Меня трогали, я позволяла эксперту себя трогать, потому что я видела, что он не угадывает людей, да, трогает. И она вдруг нахлылась, а я люблю очень большие кольца носить, это я так скромненько оделась, я бы сказала, для вас. То есть, у меня крупные украшения всегда. И она говорит, зачем вы, вот это что такое, и что такое, зачем вы это носите? Это вот у меня спрашивается, любой человек, пожилая женщина. Я говорю, вы знаете, я уже в возрасте не очень хорошо выгляжу, и пусть люди смотрят на мои украшения и не на меня, отвлекая внимание, значит, от своего лица. А, тогда она поняла, я говорю, это такие металлические вещи, в которых ставлены камни или еще что-то, и оно очень красивое, и люди отвлекаются от моей внешности. Ну, как бы я и так объяснила, а зачем молодая, красивая девушка тогда носит украшения? А зачем носят чипцы? А что такое картос? Мы это в разговоре употребляем, и вот я комментировала, и 20 человек, а вот тотально слепых, и с нарушениями зрения слушают меня, да, и вот этот фильм идет, и когда закончился фильм, они мне спрашивают, а что такое картос? Я сказала картос, но не объяснила, что это головной убор мальчика, как фуражечка с околышком, который он перевернул, и на него собирает. То есть, составляя эти вещи, мы писали, переписывали, потому что это тоже обучение, и это не так просто составить тифлокомментарий, и вот, допустим, я знаю, что есть театр, вот безруковая, да, Ирина, она тифлокомментарий создает, я представляю, какая-то работа, я-то ее понимаю, то есть, вот почему, потому что там же тоже исторические постановки идут, в историческом костюме люди выходят, да, и для чего вот такие прически носили, и почему, но вот люди, которые зрячие, они приходят и просят тоже вот этот тифлокарандаш, подходят к картинам, просят, чтобы послушать, потому что так вот, допустим, подробно не будет объяснять человек, экскурсовод, да, почему завитые мужчины, они узнают, что тогда изобрели плывку, завивались женщины, завивались мужчины, и это было модно, потому что эстетичный стиль, костюмов и так далее, ну, то есть там очень много они узнают и просят рассказать, кстати, вот люди незрячие, они, им мало 15-20-40 минут экскурсии, они говорят рассказывать, рассказывать, просто человек, который с текстами заученными выйдет, он не сможет с ними работать, там действительно очень уцедание. Правильно. Да. У вас учиться и учиться и учиться. Я сама и учусь, учусь. Да, да, да. Здорово, спасибо большое, Зинаида. И вот, пожалуй, последний вопрос я хотела вам задать, вы в одном из видео у себя на странице говорите про то, что, ну, вы вначале упоминали наши беседы про то, что, живя на острове, не имея возможности выезжать, вы дико мечтали о путешествиях. Скажите, пожалуйста, вот эта жажда путешествий, жажда неизведанного, как она определила и повлияла на ваш профессиональный выбор? Она не повлияла на профессиональный выбор, потому что тогда не могла путешествовать. А когда уже, потому что я в музей пришла в 85-м году, мы еще не могли возможности, такой иметь возможность и ездить. А вот цели, которые я стала оставить себе в путешествии, то есть у меня нет ни одного путешествия просто так, а давай поваляемся, позагораем, а давай вот съездим туда, вот интересно, как там люди живут, да, такой цели. Я делала всегда целевые поездки, вы знаете, я всегда делаю целевые поездки. И естественно, все, что я узнавала о произведениях искусства, мне нужно было эти произведения искусства увидеть там, где они находятся, по месту нахождения. И вот, например, на Вену я мечтала поехать с 96-го, 97-го года, потому что я хотела увидеть дома Хундервассера, Хундервассера, это никак не могу проговорить в середине, это великий архитектор мировой, который смог в Вене вот такие чудные дома построить, я хотела их увидеть, а может быть, поэтому в Вене такая интересная современная архитектура вот в новых районах, кто его знает, потому что у них был Хундервассер. Вот за тема. Я обожаю, я поклонница Хмельевска, если кто знает, я обожала ее литературу, я ее читала еще начиная с 70-х годов, когда ее общатали в журналах «Знания», и я поражалась этой женщине, потому что она говорила на странных языках, она играла на ипподроме, и она водила машину. Это то, чего я не умею делать, и я очень уважала ее. И она умела путешествовать, и она рассказывала о Дании, то есть в ее этих вот иронических детективах были какие-то вещи, которые я хотела проверить. И я ходила по Покенгагену по этим местам, я действительно видела, как люди читают книги на автобанах, а можете представить, в нулевых годах это в начале. Это было дико интересно. Я была в этих местах. Приехала в Нью-Йорк, подруги, она мне водила по местам моих любимых фильмов. Вам письмо, Кейт и Лио, я должна была зайти в это кафе, я должна залезть была на этот мост. То есть это обязательно. И когда я видела, допустим, шла в Луврик, к Моневизе, естественно, проходя все мимо остальное, потому что я знаю, как ходить по музеям, чтобы не умереть и действительно сделать то, что тебе нужно. или в музее Метрополитен или Варсе, да, то есть к Ван Гогу. Ну, то есть вы делаете специально. Вот мне мое занятие искусством поставило цель путешествия. И вот я это везде делала. То есть это вело. То есть моя литература, моя любимая, фильмы, я киноманка. И, значит, моя музейная деятельность, они мне вели в путешествию. Вот очень важно, здорово. Так интересно. Спасибо, Зинаида. Наш эфир сейчас подходит уже к концу. Я думаю, да и зрители наши тоже видели, что это был очень такой эмоциональный разговор, такая эмоциональная встреча. И я уверена, что мы еще не раз встретимся на нашей онлайн-площадке, что будем сотрудничать. уверена, что многие еще будут вам писать, обращаться. И после эфира вы зайдите на страничку, наверняка есть еще вопросы, вы сможете на них ответить. На какую страницу расскажите. Да, я вам потом все напишу. На странице Inclusive Practices будет под видео комментарии, будут вопросы. Вы сможете все посмотреть, на все вопросы ответить. Сейчас хочу сказать спасибо большое всем нашим зрителям, что были с нами. Спасибо нашим друзьям, компании IPVS, за нашу техническую поддержку этой рубрики. И хочу напомнить, что уже завтра у нас будет тоже очень насыщенный день. в 12 часов у нас будет гости из Киева, из Академии талантливых руководителей. И в 5 часов у нас будет гости из Луцка. Это инклюзивный творческий уикенд пространства действия. Поэтому завтрашний день обещают быть тоже очень насыщенным и интересным. Всем большое спасибо и до скорых встреч. Всем всего доброго. Спасибо, Зинаида, что были с нами. Спасибо огромное за ваш такой очень интересный яркий опыт. Спасибо. Спасибо, что пригласили.